демонстрация очередности сердца ритм кровь сегодня я буквально на пальцах расскажу вам как связана работа сердца и дыхание об этом вам никто не прочитает лекцию это основано на собственном опыте на моей новой теории кровообращения сердце находится посередине между легкими у него есть левая половина и правая половина в левой половине находится митральный клапан и клапана орфи левая половина сердца пропускает через себя только красную кровь правая половина сердца имеет тоже два клапана трехстворчатый клапан и клапан легочного ствола и правая половина сердца пропускает только синюю кровь при вдохе в легкие еще раз при выдохе левая половина сердца пропускает из легких ко всем органам человеческого тела красную кровь а при вдохе работают клапана правой половины сердца метра трехстворчатые и клапан легочного ствола и пропускает в легкие в левую и в правую половину легких только синюю кровь сейчас я вам покажу небольшую схемку вот здесь представлена синяя кровь и правая половина сердца значит при вдохе вот здесь в легких вот здесь часть легкого показана допустим левая ловкая здесь создается разрежение за счет того что при вдохе я правильно опускается и в легких разрежение ниже атмосферного и именно вот это разрежение открывает трехстворчатый клапан а мышца миокарда сжимаясь порциями раз в секунду раз за один удар поставляет сюда синюю кровь и она накапливается так называемых нашей медициной веновых крови венулах легких снизу показаны венула и артериолы какого-то органа ну например ваши руки значит при вдохе из руки уходит через левую половину сердца синяя кровь а вот при выдохе работает только про то есть при вдохе правая а при выдохе работает только левая половина сердца поскольку в легких за счет того что диафрагма давит на легкие снизу вверх создается давление больше атмосферного благодаря тому что входят кислород кровь становится на поверхности альбеол легких красной так называемых артериолах и под давлением идет через сердце это давление при выдохе как раз и открывает метральный клапан сердца из него течет красная кровь ко всем органам например к руке при выдохе таким образом синяя кровь качается диафрагма в легкие и там собирается при вдохе а при выдохе когда диафрагма давит на легкие снизу под этим давлением открываются клапана нейтральные один раз в секунду он открывается потом закрывается когда сердце сжимается он прикрывается и каждую секунду левая половина сердца выплескивает в аорту а дальше в сосуде высокого давления красную кровь так происходит схематически кровообращение и дыхание возвращаемся в настоящее сейчас я вам покажу схематически как это работает при вдохе и выдохе значит левая рука у меня будет работать при выдохе а правая при вдохе представьте себе что вот это сердце в ее ладони сначала я вам покажу как сердце работает как работает мышца миокарда сжимая сердце покажу вам а потом покажу по отдельности господи помилуй господи помилуй господи прости господи прости помоги мне господи господи помилуй Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что иначе по физике быть не может Жидкость в сосудах будет течь из области высокого давления Всегда в область низкого давления Я физик, электрофизик по образованию Поэтому мне это очень легко понять А вот наши медики этого не понимают Они думают, что все четыре клапана сердца работают и при вдохе, и при выдохе Но это не так Я выбрал полное дыхание йогов И работаю именно с этой частотой Где вдох и выдох длится в течение По восемь ударов сердца То есть у меня очень длительный вдох и выдох Поэтому каждая пара клапанов Работает по очереди Восемь секунд Восемь ударов сердца А потом восемь ударов сердца отдыхает Работает в это время другая пара клапанов Итак, при вдохе работает трехстворчатый клапан Клапан ледочного ствола А метральные клапаны урты отдыхают Они закрыты, потому что давление не позволяет им открыться А вот при выдохе работает метральный клапан клапана урты А поскольку в легких при выдохе давление больше То правые клапана трехстворчатые И клапан ледочного ствола Они закрыты И отдыхают в течение всего выдох С этой точки зрения Если перейти на вдох по 16 ударов сердца И выдох по 16 ударов сердца То у вас клапана будут уже по очереди отдыхать В течение 16 секунд Таким образом вы дадите возможность клапанам Сохраниться для более длительной работы Вы продлите свою жизнь Если научитесь правильно дышать То есть диафрагма это основной орган И он регулирует давление в легких При вдохе, когда она опущена в легких разрежениях И в легкие устремляется В область низкого давления синяя кровь При выдохе диафрагма расслабляется Давит на легкие снизу и вверх У них создается давление выше атмосферного Из легких уходит красная кровь Именно там она начинается Не сердце качает кровь, а диафрагма Именно оттуда начинаются кровеносные сосуды Сейчас я вам еще раз покажу Вот смотрите Именно от легких Вот отсюда начинается сосуды высокого давления А сердце лишь задает направление В течение выдоха Из легких через сердце уходит красная кровь Питает все волны Сейчас я вам покажу Как работает сердце Прямо с работой клапанов Обратите внимание На давление Обратите внимание На давление И Когда я буду петь громко Это будет выдох Когда я буду Букву С Произносить звук С Это будет вдох Субтитры создавал DimaTorzok Господи, помилуй. Господи, прости. Господи, помилуй. Господи, прости. Господи, помоги мне, Господи. Господи, помоги мне, Господи. Жизнь свою спасти. Я остановил работу сердца. Сейчас идёт вдох, открыт трёхстворчатый клапан. И когда мышца миокарда сожмёт стенки правого желудочка, вот этот клапан закроется, а этот откроется, поскольку давление здесь будет больше, чем здесь. Потом следует расслабление, снова открывается этот клапан, закрывается этот, и таким образом при вдохе сердце пропускает в лёгкие синюю кровь. Дальше, значит, после восьми циклов заканчивается вдох, миокард работает всю жизнь. Вот я сейчас остановил, идёт выдох. Вот сейчас открыт нитральный клапан, после этого желудочек сожмётся, нитральный клапан закроется, здесь будет давление выше, чем здесь, и откроется клапан аорты. Смотрите. Оп, открылся. Вот так вот работает при выдохе левая половина сердца. Вы всё увидели. Если что-то не поняли, то задавайте вопросы. Сейчас я посмотрю, всё ли я рассказал. Да, примерно всё рассказал. Пару слов хочу сказать о молитве. Громкая молитва, значит, большое давление в лёгких, значит, хорошо качается кровь. Если вы на вдохе с сопротивлением дыхаете, у вас будет большее разряжение в лёгких, то есть вы хорошо будете набирать синюю кровь из всех органов. Из рук через сердце будет течь к лёгким синяя кровь, из головы по верхней половой вене, по нижней половой вене, снизу от органов жрата и от ног будет течь при вдохе к лёгким через правую половину сердца синяя кровь. То есть кровь качается диафрагмой по очереди. В этом состоит суть моей новой теории кровообращения. Несколько человек из моих зрителей уже одобрили её. Наверное, кто-то разобрался, и меня это очень радует. Мне приходится делать много фильмов на эту тему. Если вам понравилось, подписывайтесь, комментируйте, и будем заниматься здоровьем с вами вместе. А наше здоровье зависит от чистоты наших кровеносных сосудов, которые, кстати, и очищаются громкой молитвой с сопротивлением и при вдохе, и при выдохе. Если вы при вдохе поете без сопротивления, эффект будет от молитвы в два раза ниже. Я учился петь на вдохе с начала 2020 года. То есть уже в 15-й месяц я по утрам дышу примерно так. Дыхание океана. У меня есть такое видео, где показана океанская волна, набегающая на берег при вдохе и спускающаяся при выдохе. И шум этой волны – это шипящие звуки на вдохе С, на выдохе Ш. С вами был Николай Полыга. Пожалуйста, не ленитесь. Дышите полным дыханием йогов. Скачайте мою книгу «Алгоритм гармонии», ссылка на которую есть в описании видео. И вы поймете, что такое полное дыхание йогов. А благодаря вот этому видео, которое вы сейчас видите, вы поймете, что это не только полное дыхание, но и полное кровообращение, а также и лимфообращение. О чем сказано у меня в предыдущем видео. Бывайте здоровы! Здоровеньки, булы! С вами был Павел Николаевич. С вами был Игорь Негода.